Уважаемые коллеги, доброе утро, хотела бы сказать. И, конечно, хотела бы поблагодарить организаторов данной конференции, прежде всего Алексея Михайловича и Татьяну Юрину, за предоставленную возможность, поскольку мы находимся достаточно далеко от Санкт-Петербурга и не всегда, так скажем, удается пообщаться очно, но мы рады встрече и заочно, поскольку они для нас крайне полезны. Ну и разрешите представить вам небольшое сообщение об организационных аспектах работы онкодиспансеров в 2020 году. 2020 год стал испытанием на прочность всей системы оказания онкологической помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. С марта месяца онкослужба области работала в авральном режиме, связанном с пандемией. Ситуацию осложняло и то, что мы встретились с совершенно новой инфекцией, последствия которой абсолютно непредсказуемы, и как все это отразится на судьбе наших пациентов, можно было только догадываться. В связи с этим перед онкослужбой нашей области в 2020 году мы ставили следующие задачи. Это, конечно же, сохранение процента активной и ранней выявляемости, недопущение роста одноготичной летальности, сохранение объема специализированной онкологической помощи, а также ВМП, недопущение вспышек новой коронавирусной инфекции и, естественно, конечно же, защиты персонала. Вместе с тем существовало и существует в настоящее время множество факторов, препятствующих выполнению этих задач. Это и отмена диспансеризации профилактических осмотров, закрытие первичных онкологических отделений в наших городах-спутниках, которые у нас приближены к нашему городу Архангельску, это Северодвинск, Потлас, то есть практически вся специализированная помощь оказывалась в нашем диспансере. Прекращение плановой помощи в большинстве медицинских организаций области, также отсутствие возможности проведения КТ в медицинских организациях первичного звена, так как большинство из них работало с ковидом и была запредельная нагрузка, но она и сохраняется на КТ онкодиспансера. Ну и обследование, теперь мы понимаем, что вот в последнее время, особенно, что обследование на ковид пациентов за 7 дней до госпитализации не исключает появление в стационаре инфицированных пациентов. В самом начале пандемии не было никаких официальных документов, приказов, распоряжений и даже рекомендаций по ведению пациентов с злокачественными образованиями, которые встретились в новом нашем коронавирусной инфекции. Мы собирали отрывочную информацию из зарубежной литературы, очень помог нам продвинуться в понимании тактики ведения пациентов традиционный онкологический форум «Белые ночи», отдельное спасибо организаторам этого форума, где были сделаны несколько докладов на эту тему. Мы проанализировали и обобщили информацию, которая имелась на тот момент, донесли ее до врачей первичного звена и на основании имеющихся данных постарались организовать медицинскую помощь нашим пациентам так, чтобы все мы вышли из этой ситуации с наименьшими потерями. На основании имеющихся данных мы предполагали, что ковид у наших пациентов протекает тяжелее и с большим количеством жизнеуброжающих осложнений, чем в общей популяции. Это предположение получило подтверждение при анализе данных статистики за 9 месяцев. Результаты представлены в таблице на данном и следующих слайдах. При анализе данных по умершим за 9 месяцев мы видим, что пациенты с 2-качественными новообразованиями составили 26,4% от всех умерших с диагнозом ковид. У 88 пациентов с ЗНО ковид был признан основной причиной смерти, у 33 пациентов основной причиной смерти явилась ЗНО. Эти цифры, несомненно, внесут свои коррективы в показатели одногодичной летальности и 5-летней выживаемости. Но все эти подтверждения мы получили только сейчас, а в начале года мы выстраивали свою работу на предположениях и догадках. Мы понимали, что у врачей первичного звена информации еще меньше, чем у нас, поэтому особое внимание уделяли работе с медицинским организациям первичного звена. В самом начале пандемии в диспансере был определен ответственный за организацию работы в условиях ковид. Это он же заместитель главного врача и он же главный онколог. Выбор в то время практически был случайным, но потом мы поняли, что это правильно, так как вся информация по онкологии и по ковиду собиралась и анализировалась в одном месте. В результате решения принимались с учетом специфики как инфекционного, так и онкологического направления. На данном слайде представлена работа внутри диспансера поэтапно с учетом появления новых знаний о коронавирусной инфекции. Так, если в мае мы закрывали карантинное отделение, выписывали всех пациентов, прекращали госпитализацию, то уже в июне мы выработали тактику оказания специализированной онкологической помощи в условиях работы отделений по типу инфекционного стационара, когда оказание специализированной помощи не прекращается, но соблюдаются все необходимые ограничения. Также в июне нами принято решение об обследовании экспресс-методом всех пациентов, направляемых в стационар и дневной стационар непосредственно перед госпитализацией на приемном покое диспансера. В результате такого обследования мы минимизировали возможность заноса инфекции в отделении диспансера. У нас с середины августа до середины сентября, то есть целый месяц, в отделении диспансера не было выявлено ни одного пациента с положительным ПЦР. Позднее случаи ковида в отделениях возобновились в связи с обследованием пациентов по месту жительства с допустимым сроком проведения теста до 7 дней перед госпитализацией. Поэтому у нас в планах сейчас, в случае поддержки нашего министерства, возобновление тестирования на приемном покое. Таким образом выглядит маршрутизация пациентов при обследовании на приемном покое с учетом результатов обследования и планирующейся специализированной терапии. То есть положительный результат МАСКА, то есть выявление РНК при любых МЭДЖИ, пациент направляется в инфекционный стационар, то есть это областные пациенты, или домой с рекомендациями вызова врача на дом. Это город Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. При положительных М и отрицательных иммуноглобулинах Г пациент направляется на приемный покой инфекционной больницы, это областные пациенты, или домой с рекомендациями вызова врача на дом. Это городские пациенты. Если иммуноглобулины М положительные и Г положительные, все пациенты, независимо от места проживания, направляются домой с рекомендацией вызова врача на дом. С учетом иммуносупрессии, возникающей при проведении специализированного онкологического лечения, высокой вероятности тяжелого и осложненного течения COVID-19 на фоне специализированного лечения, а также высокой вероятности летального исхода у пациентов, получающих специализированное лечение, госпитализация в стационар или дневной стационар онкодиспансера возможно не ранее, чем через 2 недели. Исключением являются пациенты с положительными иммуноглобулинами МЭДЖИ, имеющие на руках документ об окончании лечения по поводу новой коронавирусной инфекции с отрицательными результатами мазков на РНК, такие пациенты госпитализируются в онкодиспансер на общих основаниях. В настоящее время из-за большого количества переболевших вопрос о госпитализации пациентов с положительными иммуноглобулинами МЭДЖИ решается индивидуально. Кроме того, всем пациентам, кому оказание медицинской помощи требуется по жизненным показаниям, такая помощь оказывается независима от результатов с соблюдением всех мер безопасности. На данном слайде представлены элементы организации работы отделения по типу инфекционного стационара, предусмотренные для инфекции с аэрозольным механизмом передачи. Это приказ, схема выходов, распределение потоков пациентов и организация шлюзов. На сегодняшний день мы имеем следующие результаты работы онкослужбы за 9 месяцев. Как и прогнозировалось, отмечается снижение показателя активной выявляемости в третьем квартале 2020 года из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19 и отменой диспансеризации профилактических осмотров. Это подтверждается и снижением абсолютного количества выявленных злокачественных наобразований наружных локализаций. Активная выявляемость снизилась по сравнению с третьим кварталом 2019 года на 4,5% и составила 21%. На 5% снизился показатель выявления ЗНО в первой-второй стадии, при этом на 2% увеличился показатель запущенности. В настоящее время составляет 23%. Абсолютное число заболевших за три квартала 2020 года на 665 человек меньше, чем в 2019 году. При этом абсолютное количество умерших от злокачественного образования в третьем квартале 2020 года на 20 человек больше, чем в 2019 году. Показатель одногодичной летальности на 2% ниже аналогичного периода 2019 года, что, видимо, связано с недостаточной диагностикой. Из положительных моментов сохраняется высокий процент морфологической верификации злокачественного образования в третьем квартале 2020 года, он составляет 96,4%. Каковы же результаты работы в 2020 году? С мая по ноябрь в стационаре было выявлено у нас 86 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID, что составило меньше 1% от всех пациентов стационара. При заболеваемости в области 2,7%. Мы отметили, что 80% случаев выявлено были на первой неделе нахождения пациентов в стационаре, что показывает, что пациенты поступали в платентном периоде, а за последний месяц буквально мы выявляем коронавирусную инфекцию в 80% в первые 3 дня поступления пациентов в стационар. На первое число декабря у нас 3 отделения, на сегодняшний день 5 отделений из 9 работают в режиме инфекционного стационара. Все курсы химиотерапии при отсутствии противопоказаний выполняются соблюдением рекомендованных интервалов. Хирургическое лечение и лучевая терапия с незначительным переносом сроков начала лечения у единичных пациентов во время прекращения работы отделений в начале пандемии. Из января по октябрь 2020 года проведено у нас около 7 тысяч телемедицинских консультаций, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из заболевших сотрудников у нас 44 человека, из них более половины – это бытовое заражение. Это результаты работы диспансера в цифровом выражении. С звездочкой отмечены те разделы, по которым в течение этого года объемы были существенно увеличены. Увеличение от запланированного на начало года указано в скобочках. Как видно из таблицы, практически все объемы медицинской помощи у нас выполнены, а по ряду позиций, таких как КТ, МРТ, уже перевышают годовой план. Связано это прежде всего с коррективами, которые внесла коронавирусная инфекция, так как вторая городская больница города Северодвинска была перепрофилирована по доказанию медицинской помощи больных ковидом, и практически все пациенты онкологического профиля направлялись в онкодиспансер. Некоторое недовыполнение плана посещения и обращения в поликлинике компенсируется значительным увеличением телемедицинских консультаций, как я уже сказала, более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, и связано было с задачей минимизировать очные явки и консультации в тех случаях, где это возможно. В целом стоимость программы за 10 месяцев выполнена на 97% от годового плана. Должна отметить, что существенное увеличение объемов медицинской помощи стало возможным за счет значительного увеличения оборота койки и самоотверженного труда сотрудников диспансера. Особенно хочу подчеркнуть, что диспансер ни на один день не прекращал свою работу. Таким образом, помощь пациентам со злокачественным образованием в онкодиспансере оказывается своевременно с максимальным соблюдением всех ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции. Ну и закончить я хочу все-таки на оптимистичной ноте. Вот таким слайдом. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.